Шо, ребята, зайдем-ка в этот лифт. Что же из этого получится, узнаем прямо сейчас. Ну, я думаю, уже, в принципе, концовочка, или что-то ближе, или середина хотя бы, да? Совсем забыл одеть свои очки. Да-да-да, классно. Одевай очки, меня атакует. Знаете, че. Ну, давай, давай. Вот так вот сделаем. По красоте, да? Ой, это че за... А, это те самые ниндзи, да, всякие? Опять вот это вот ниндзи. Все в калашниках, да? Все как надо. Мужик, ты че там? Походу, он... Слушайте, он походу... Ай-яй-яй. Смотри, че делает негодяй. Так. А, это у нас АВМАРИ играет на фоне. Я-то думаю, че за мелодия. Как скажете... Не самое святое, да? Точнее, самое святое не в самом святом месте играет. Дверку мы открыли, да? А-а-а! Перезарядка у нас тут сейчас пошла полным ходом. С дробойка стрелян задалека. Ссякое должно быть. Так, все. Не все, да? Все, теперь все. Все? Или еще не все? Прибарахлимся. Отлично. У аптечки-то, аптечки. Отлично, как отлично. Так, еще передряю. Тысячка, все дела там. Вот они. Вожды. Так, прицел ушел? Ушел. Искажения вот эти вот остались немножко. Это, видимо, от, якобы, этих люстр. А тут еще проход был, оказывается. Хм, не заметил. Причем на том проходе картин больше. Это значит, все знали, что мы пойдем через тот. Так, вроде джиггернаута поджег, нет? Какой-то контакт. Че, музычку сыграешь? Где кончилось? Патроны кончились. Кончилось! Кончилось! Сейчас почистим территорию. Сейчас почистим территорию. Ладик сказал, что двери открывать не привык. Ой, бряхну. Вышивайте воздушные силы. Устраняем нарушителя. Прием. Ну, мы так вперед будем сходить. Ну, мы так вперед будем сходить. Во, как удачно. Вроде повыбивали. Ой, как тут. Не очень. Думал, тут дворец, а он зашел. Капец. Главное, как, да? Все за красотой скрыть. Как оно есть на самом деле, надо затаивать. Я на всякий случай по всем этим инстанциям походил. Ну, видимо, оно так все, да. Что, не побежит отсюда никто? Ну, давай, что у нас там? Ну, тут, да. Я вижу в тебе отличного бойца. Я бы даже сказал, ты машина смерти. Но как жаль, что ты не блещешь умом. Пули тебя не берут. Мои солдаты ничего не могут против тебя сделать. Но как же удачно ты зашел в эту комнату. Она специально для тебя была сделана. Пули-пулями. Но от газа тебя не спасет твоя долбанная регенерация. Впустите газ. А, все, значит, тут никак, да? Ну да, тут крипанут. В любом случае. Смотри, эта тварь еще двигается. Какое оружие изъято? Припогасея. Пистолет ДТ. АКСУ. Револьвер. Обрезанная двустволка. Помповый дробовик. Какой-то непонятный регулятор. Снайперская винтовка. Сержант, постойте. Я хочу у него спросить. В какой жопе ты это все носил? Самый лучший вопрос, да? Какой интересный экземпляр. О, попов. Запрещенный. Проделал такой путь. У нас не так много времени, коллеги. Здание активно штурмуется. Так что записывайте быстрее мои слова. В крови и тканях данного объекта обнаружена высокая концентрация пси-вещества, что способствует проявлению у человека своего рода способностей к восстановлению кожи, но если по-простому, регенерация. Необходимо провести быстрый эксперимент, чтобы убедиться в этом. Записывайте, коллеги. Сейчас я сделаю надрез. Не волнуйся. Боина не будет. А чёрт? Так, ждём. Обратите внимание, насколько быстро заживает ранение. Это просто невероятно. Приведите его ко мне. Я хочу лично на него посмотреть. Господин президент желает вас видеть. Что ж, приятно было познакомиться. Господа, отведите его к мистеру президенту. А разве не Попов дал этот конвертер или инвертер, как он говорил? Вот эту вот пушку. Вот он, тот самый легендарный код 4-8. Ты думал, будет какая-то финальная битва? Как ты красиво всех спасёшь? Жаль, жаль. Но такое бывает только в сказках. Придумай, как убить меня. И закончим с этим. Я не собираюсь слушать твою хуйню. На самом деле у меня нет к тебе ненависти. Я бы даже сказал, я восхищаюсь тобой. Проделать такой путь. Ты ещё в одиночку? Скольких ты убил? Ты считал? А вот я считал. Этот взрыв, эти мутации, они даже сыграли мне на руку. Мутанты на самом деле безобидные, их нечего бояться. Они настолько никчёмные, что уязвимы к ультрафиолету. Днём они не опасны, а убивать их одно удовольствие. Что касается повстанцев, это жалкие детишки, которым дали шанс поиграть в войнушку. Эти детишки добрались до твоей башни. Эти детишки справляются с твоими солдатами. Не думай, что ты один такой всесильный. Правду говоришь, но они не опасны. Я им по большей части поддаюсь. Мне нужно, чтобы эти черви вылезли из своих норок. Если я брушу сразу всю свою мощь, они опять спрячутся, как крысы. Всё не так однозначно, как ты думаешь, код 4-8. У меня есть имя. Знаю, Влад. Владян, Владик, как тебе угодно. Пока повстанцы доберутся до последнего этажа, я уже улечу на вертолёте. За меня не волнуйся. Опасен лишь ты. Но я дам тебе свободу, дам тебе власть. Ты будешь моей второй рукой. Зачем тебе возиться с этими крысами? Ты же этого хотел. Как ты себе это представляешь? Вот видишь, ты уже торгуешься. Мы подпишем договор, и мы с тобой партнёры. Освободите его. Не волнуйтесь, он не сможет мне как-то навредить. Я его не боюсь. Ну что, вот он, твой последний шанс. Подпишем и сядем в вертолёт. Мы восстановим эту страну, и она будет всё такой же великой. А я думал, тут будет вариант ответа. Ну чё, пидорасы? На кого теперь работать будем? Ну всё получается. Чё-то быстро. Это и всё, да? Может никого не будет? Там уже пропустить нельзя, да? Ну, а, всё, пропустил. Чё, будут финальные титры? Всё? Вот так вот и кончился Владик Брутал. Ну ничего, я думаю, мы с вами что-нибудь ещё интересное сыграем. Но так игра, в принципе, неплоха. Сюжет-составляющая, конечно, ну не особо блещет-то чем-то. Сам антураж, геймплей, в принципе, очень хороший. А на этом я с вами прощаюсь и блажду. Всем пока. Уйдите уже в следующих видео. Это прям очень короткое максимальное. Бесфинальная битва, просто финальная драма в конце и всё. Так что, до встречи.